Вы знаете, а ведь далеко не просто так нам не сегодня с небэк Чикаго Булса, сзади пропал логотип Бостона. Все потому, что трейд-дедлайн, ночь обменов состоялась. И прямо сейчас мы с вами будем подводить коротко итоги всего этого действия, затронем самые яркие переходы и обмена, все потому, что если мы возьмем все вообще, то минут на 30 ролик получится, и скорее всего он будет вам вообще нахрен неинтересен и не нужен, потому что половина игроков, я уверен, вы за ними не следите. Мы будем с ними знакомиться, да, в новостных, по ходу регулярки, до конца регулярки. Я уверен, что большую часть мы еще зацепим, но сейчас этого делать не станем. И в принципе, пора переходить к делу. Все. Перед началом ролика напоминаю вам, что поддержать свой любимый клуб вы всегда можете в компании BadBoom. Прямо сейчас в BadBoom при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии вы получаете бонусом до 2000 рублей по промокоду TOPBASKET, огромный выбор команд, которые можно поддерживать, удобный редактор пари, еженедельный кэшбэк в 10% и лучшее мобильное приложение по версии спорт и Россия. А поэтому по ссылке в закрепленном комментарии переходите, регистрируйтесь и забирайте свои бонусы. Так, с чего бы нам тут вообще начать? Ну, давайте попробую озвучить вам сегодня самые главные, самые громкие и самые невероятные трейды дня минувшего, не отвлекаясь особенно сильно на переходы тех игроков, которые особенно кардинально ничего не изменили. Кстати, как вы, наверное, понимаете, матчи вчерашние и сегодняшние мы опускаем, дабы сохранить ваше время и, я бы сказал, нервишки, потому что интересных поединков было действительно не так уж и много, а вот трейдов наоборот. До хрена. Первая инфобомба, которая для меня вчера открывала полноценно дедлайн обменов, стал трейд к истокам мистера Мобоя. Кто не понял, Джавейл Маги, несмотря на все предположения аналитиков о трейде его в Лейкерс или же Бостон, уезжает по итогу в Денвер Наггетс. В рамках данной сделки Кэпс получает Айзею Хартенштайна и два защищенных пика второго раунда, плюс освобождение платежки. Ну а Денвер получает качественное усиление на скамейке, которое, как мы с вами знаем, Джавейл, во-первых, без проблем может давать, и, во-вторых, если вдуматься, то ранее у Наггетс подобной опции банально не было. Да, в последнее время, конечно, в Кливленде его игру слабо можно было назвать выдающейся, но тут я бы хотел вам напомнить, сколько еще игроков претендовало постоянно на позицию Маги в ростере, и, скорее всего, измученный столь разносторонним набором кадров в Кавалерах, Мобой банально не находил возможности, а, скорее всего, для него не находили подобной возможности, потому что конкуренция с Алином была слишком высока, и, соответственно, показать в таких условиях хорошую игру он банально был не способен, то теперь такая возможность у него появляется. Да и, как мы с вами знаем по Golden State или же Лейкерс, он свою работу обычно выполнял прям на все бабки. Теперь же, как я и сказал, у него фактически не будет конкурентов по позиции в команде, так как подобных Джароду Алину в Денвере банально нет и не было, что уже можно назвать первым и очень взвешенным мувом для самородков, которые однозначно собираются в постсезоне дать бой любой команде из топа Запада или Востока. Они, по крайней мере, с таким-то Йокичем и с таким составом теперь к этому готовы. Однако, по части Наггетс, это далеко еще не все, ибо Джавейл Джавейлом, но он один, согласитесь, настолько прям не делает погоды. А вот если к его переходу добавить еще одну трейд-бомбу под названием Аарон Гордон, то, согласитесь, тогда дела начинают принимать совершенно неожиданный поворот. Рассказывать вам сейчас, насколько удивительным стал для многих фанатов вчера переход Гордона в стан Денвера, это значит не сказать вообще ничего. Все потому, что ранее его персону пытались заполучить в Бостоне, рассматривали в Хьюстоне и многих других клубах, в том числе, да, в которых числился Денвер. Но если вдуматься и посмотреть на итоговый пакет активов, который был разменен, где от Наггетс в сторону Орландо уехали сдающие последние три сезона и травмированный Гэри Хэррис, Арджей Хэмптон и защищенный пик первого раунда 25-го года, а в обратном направились Гордон и Гэри Кларк, то тут можно только стоя поаблодировать Тиму Конноле, который, расставшись с двумя игроками скамейки и одним пиком, получил, получается, отличную заплатку для той дырки, которую еще год назад полноценно закрывал Джереми Грант, что, как мне кажется, для комбо-винга в лице Аарона просто отличное место. И теперь просто на секундочку представьте, как в теории лайнап из Гордона, Йокича, Мюрре и Майкла Бортера может наказывать со старта. Плюс, если попытаться оценить все возможности и шансы, куда бы мог в теории, кроме Денвера, направить свои таланты Аарон ранее, то все от кельтов до тем более ракет, мне кажется, были бы менее перспективными и подходящими для него франшизами. А здесь и клуб-контендер, и свободная позиция, и отличные партнеры, отчего я считаю просто необходимым за Денвер только порадоваться, Орландо посочувствовать и пожелать им удачи в дальнейшей перестройке и переходить к следующей черногорийской неожиданности. Какой-какой? Ладно, бельгийской. Да хотя там и то, и другое. Короче, Никола Вучевич. Знаете, где он теперь? Он в Чикаго? В Чикаго, мать его! Дэни Эйндж, блядь, да что с тобой не так? Простите, это вам не фанат кельтов, видать, заговорил. В общем, я уверен, что хрин кто из вас вообще мог предположить вчера подобный трейд, который в хронологии событий, если рассматривать переход Гордона или Форнье, о котором я еще скажу чуть позже, произошел раньше всех и ознаменовал собой полноценно факт того, что Мэджик точно хотели начать все с чистого листа. Что по обмену? Буллс отдали Отто Портера, Уэндала Картера и два пика первого раунда 21-23 года. В обратку же поехал Никола Вучевич и Альфа Рук Амину. Вообще, если говорить об этой сделке и открытом преследовании ранее Буллс игроков исключительно только с позиции разыгрывающего, где должен был по всем предположениям оказаться Лонзо Болл, то данный ход был, во-первых, крайне удивительным, во-вторых, первым и самым громким от Артурса Корнисова, за который за почти год не выказывал вообще никаких поводов называть его ГМом, а тут Натте и выдал сделку уровня Чикаго теперь претендент на что-то, и команда, преобразившаяся из тима уровня молодой и перспективной, в тиму способную побеждать, в принципе. И в-третьих, как на это согласились в Орландо, я хрен его пойми. Потому что, да, пики первого раунда это неплохо. Там есть еще неплохие игроки, но Вучевич, Вучевич это звезда, звезда, вы понимаете, звезда, за которую можно было требовать гораздо больше. Но похоже, что даже в Мэджик этого особо не видели. Не видели самое обидное, насколько хорош был парень, с которым они вот так вот просто взяли и расстались. Отчего Чикаго теперь команда для меня номер один по уровню интереса и наблюдения, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Пацаны, пожалуйста, напишите в комментариях, кто вот прям трушный фанат быков, как вам данная сделка? Порадовала? Не порадовала? Ожидали? Не ожидали? Потому что я хочу увидеть и посмотреть на ваши эмоции и мысли, почитать все это, с кем-то пообщаться в комментариях обязательно. Поэтому пишите, а мы двигаемся дальше. Не отходя от темы, в принципе, распродажи Орланды, коротко и сразу же скажу, что Эйндж в процессе раздербанивания Мэджик согласился только лишь на Эвана Фурнье. Мало, видимо, ему ребят, играющих на позиции СГСФ, надо было еще приобрести, при том с использованием на это торгового исключения и двух пиков второго раунда, ладно, хрен бы с пиками. Честно, как-то комментировать это вот даже не особо получается, не особо хочется. Я не понимаю, что в итоге задумал с командой сделать Эйндж, но мув с приобретением Эвана и фактом того, что Дэниел Тайс стартовый и центровой был разменен на Мо Вагнера, форварда, который явно по скиллам слабее, да и по позиции тоже, это, мягко говоря, странное решение. Да, таким образом, Бостон вылез из налога, что если бы при Ростере с Тайсом сохранилось, вообще бы смотрелось как переплата за ни за что, потому что шансов с такой игрой и такой командой у кельтов сейчас, ну, очень мало в постсезоне. Но что делать теперь? Стартового центра нету. Кто там собирается играть? Такафол? Какие еще есть вообще предположения на эту позицию? Нету Драмада, который чисто сугубо, на мой взгляд, по скиллам, опять же, уступает Тайсу. Он не умеет растягивать, он гораздо хуже играет в защите, но это все можно опускать. Нету Олдриджа, который до сих пор занимается выкупом своего контракта. И нету теперь Тайса. Блин, походу, пацаны, в этом сезоне мы скатки оливаем, да как из сезона. Да, там есть перспективный мув, типа, Келли Алиник может выкупить свой контракт от Рокетс. Мы еще к этому сегодня вернемся. И не спрашивайте пока, почему он вообще в Рокетс оказался. Но то ли это, что хотел заполучить в принципе Эндж, я не знаю. Следующим, наверное, не очень большим, но очень болезненным обменом для фанатов Портленда стал переход Гэри Трента-младшего и Родни Худо в стан Торонто, а в обратном направлении переезд к ним Нормана Пауэлла. Тут, на самом деле, несмотря на то, что Трент мне лично очень сильно нравился и казался игроком, отлично подходившим под систему Blazers, размен на Нормана, показывающего лучшие показатели сейчас в карьере как по очкам, так и по проценту релиза издали, выглядит как все или ничего здесь и сейчас. Скорее всего, фронт-офиси клуба уже давным-давно поняли, что заниматься выращиванием собственных игроков, при уходящем из года в год прайме Лиларда и СиДжея, это занятие, да, необходимое, но очень сложное и очень долгое. А тратить на это лучшие годы своего лучшего дуэта, который каждый год останавливается на начальных раундах постсезона, да и за травм других тиммейтов, да и за уровня соперников, но один фиг по факту останавливается, привел, скорее всего, к непростому, но очень взвешенному решению. Если рассматривать со стороны Торонто, то они получили перспективного игрока с возможностью выгоды по финансовой части, а Портланд, несмотря на риски, наибольшие деньги и статус неограниченно свободного агента, который у Пауэлла появится летом, получили игрока, дающего сейчас со скамейки, легко практически 20 поинтов, игрока, у которого лучше все по части скиллов и стабильности, и игрока, что самое важное, с опытом боев в играх на выбывании. Если же вы хотите меня спросить, то почему я ничего не говорю про родни худо, то там, на самом деле, кроме его контракта, больше нечего обсуждать, потому что он был одним из худших игроков по своей позиции в этом сезоне. Вот все, что можно про него сказать. К сожалению, так. Поэтому тут оценивать можно, наверное, сделку как более-менее равнозначную, с получением выгоды для каждой из сторон, и не более. Ждем теперь полноценно от Blazers прорыва, ожидаем, что в скором времени вернется еще и Юсуф Нуркич, и, наконец-то, у команды все должно заиграть и получиться. Желаем продолжать сезон без травм, потому что они им все портят, и двигаемся дальше. Вот если сегодня мы с вами уже коснулись главной распродажи трейд-дедлайна, который в лучших традициях магазов, где все по 50 устроили Орландо Мэджик, то грабеж имени Петта Райли можно однозначно называть самым изящным и самым потрясающим по итогам минувшей ночи. Ну, разве что только ГМ Чикаго может с этим сравниться. Просто, чтобы вы поняли, что произошло, для начала скажу, что Майами Хит, во-первых, заполучили на Манье Бьеллицу посредством обмена на него Мо Херклеса и Криса Силвы, что на самом деле очень здорово. Но, во-вторых, Витя Алладипа и Стана Ракет, по пакету, состоящего из Келли Алиника, Эвери Брэдли и прав на обмен выбором на драфте, отправляется тоже в Майами Хит. Вот что тут сказать? У меня кроме смеха это ничего не вызывает, потому что во что превратился Джеймс Харден? В Келли Алиника, в Брэдли и разваливающуюся франшизу с возможностью того, что Келли тоже может выкупить свой контракт и теперь уехать в Бостон, вот во что превратился Джеймс Харден. Но это же гениально, так растратить актив в виде одного из лучших игроков сейчас вообще в ассоциации, это надо уметь, это прям факап год, это так обосраться, нужно реально подумать, что так обосраться. Ведь еще вчера, казалось бы, Рокетс можно было спасти точечными изменениями и подписаниями, но и ход с нахождением быстрый и более-менее адекватный типа замены Джеймса Хардену полностью провалился. Теперь у них истекающие контракты двух новых подписантов, куча траблов, дно конференции и вообще пресс-эв за техасцев. Майами нехило так усилились при отданных активах, притом сохранили свое молодое ядро, чего они и стремились делать изначально. Майами лайк Пэту Райли. Лайк, двигаемся далее. Финал на сегодня. Реджин Рондо. Если кто не в курсе, то он возвращается в Лос-Анджелес. Хотел бы сказать Лейкерс, и, наверное, многие из вас об этом подумали, но нет, это Клипперс. Посредством обмена на Лу Уильямса, два пика второго раунда, плюс денежную компенсацию. Для тех, кто уже сейчас успел охренеть от того, сколько активов заполучила Атланта и сделки, которая летом еще казалась одной из самых провальных в межсезонье, я имею в виду общий переход Ронда к Хоукс, что у меня в оправдании этого трейда сейчас есть только несколько фактов, которые могли бы перекрыть кажущуюся первоначальную глупость от Клипперс. Это доверие Тайрону Люк к Реджину Ронда, так как объединяет их время в Бостоне. Факт того, что Лу Уильямс ужасно себя показал в бабле и устроил, помимо всего прочего, себе поход в стрепуху за крылышками и, самое главное, режим плей-офф Реджина Ронда, в котором он от года к году умудряется показывать отличный и стабильный баскетбол, в отличие от того, что демонстрируется им в регулярках. В остальном же, кроме улучшенной защиты и плеймейкинга, лакболи не получили ничего. Это выглядит спорно, это выглядит неоднозначно, и мне хотелось бы, как из Чикаго, услышать мнение прям трушных фанатов Клипперс, что они видят в этом трейде, была ли в этом вообще необходимость, пишите в комментариях, интересно будет почитать. И, пожалуй, на этом у меня сегодня все. Ну как все? На самом деле не совсем все, потому что пара мыслей еще у меня осталась в голове, их нужно обязательно озвучить. Во-первых, Лонзо Болл, все ожидали его перехода в Чикаго, но этого не произошло, он остается пока что с Пелс. Кайл Лаури, который вчера прощался, как бы прощался со своим клубом, все ожидали, опять же, его ухода из Торонто, там и Дрейк не просто так позвонил, но, как видите, ничего этого не случилось. И Лаури пока так и остается в Торонто, и посмотрим, какое вообще движение в дальнейшем будет им выбрано. Это, наверное, все. Как я уже сказал, что не все обмены попали в сегодняшний ролик, вы можете все посмотреть, если у вас есть такое колоссальное желание это сделать, по ссылке в описании. Ставил сайт на ESPN англоязычный и на NB.com, тоже англоязычный. Там велась текстовая трансляция, грубо говоря, в прямом эфире, в лайве, все потрясающе отображено, все, в принципе, понятно, можно просто скролить и смотреть, кто куда перешел и когда это происходило. Но у меня же, господа, на сегодня все. Ставьте большой палец вверх, если видос вам понравился, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежих выпусков. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем Chicago Bulls. До свидания.